Вы немец? Увы. Почему вы? Потому что мне не приносят второй порции кофе. А настоящий кофе здесь дают по первому требованию только тем, у кого чужой паспорт. Да? А мне дали. Второй раз. У меня есть коньяк. Хотите выпить? Спасибо. У меня тоже есть коньяк. Зато, вероятно, у вас нет салями. У меня есть салями. Значит, мы с вами хлебаем из одной тарелки. В каком вы звании? Я дипломат. Советник третьего управления МИДа. Значит, это вас все проклинают. Во всем виноваты именно вы. Потому что вы определяете внешнюю политику. Потому что это вы довели до войны на два фронта. Странные свойства моей физиономии. Всем кажется, что меня только что где-то видели. А вы стереотипны. Похожи на многих других. Это хорошо или плохо? Для шпиков, наверное, хорошо. А для дипломата, видимо, плохо. Вам нужны запоминающиеся лица. А военным? Военным? Военным сейчас надо иметь сильные ноги. А как в смысле головой? При чем тут наша голова? За нас думают. Мы лишь исполняем. Ноги важны. Ноги. Чтобы вовремя сбежать. Вы не боитесь так говорить? С незнакомым человеком? Так вы не знаете моего имени. Очень легко установить. Поскольку у вас очень запоминающееся лицо. Да? Черт. Мне всегда казалось мое лицо самым стандартным. Но все равно. Пока вы напишите на меня донос, пока не найдут второго свидетеля, пройдет время и все будет кончено. На скамью подсудимых нас будут сажать те, а не эти. И в первую очередь вас, дипломатов. Вы убивали, вы уничтожали, вы сжигали. Посудить нас. Мы выполняли приказ. Жгли СС, мы воевали. А что, изобрели новый способ воевать? Не сжигая и без жертв. Война так или иначе необходима. Не такая глупая, конечно. Это война дилетанта. Он решил, что можно воевать, не обучаясь в академии. А так, по наичу. Он решил, что он один знает, что нам всем нужно. Он решил, что он только один любит Великую Германию. А мы все только и думаем, как бы ее продать пархатым большевистским казакам. Вы что? Пархаты и казаки. Это что-то новое. Я такого не слышал. От красных можно всего ждать. Впрочем, от американцев тоже. Я с ними воюю год. Этих болванов погубит их же техника. Они думают, что войну можно выиграть одними бомбежками. Просто. Они будут наращивать свою техническую мощь и захлебнуться в ней. Она разложит их, как ржа. Они решат, что им все можно. Красные думают так, потому что они дикие, нищие люди. Американцы думают так, потому что они слишком богаты. Поэтому войны необходимы. Что-то здесь в вашей тезе распадается. Ничего не распадается. Государство, как люди. Им претит статика. Их душат границы. Им нужно движение. Это аксиома. Движение, это война. Но если вы, проклятые дипломаты, снова напутаете, тогда вас уничтожат. Всех до единого. Мы выполняли приказ. Мы такие же солдаты, как и вы. Солдаты фюрера. Прочьте вы притворяться. Солдаты фюрера. Низший чин, выкрывший генеральский спаги. Мне страшно говорить с вами, генерал. Не лгите. Сейчас вся Германия говорит, как я. Или думает, во всяком случае. А мальчики из Гитлер-Югерта. Когда они идут на русские танки, они так же думают? Они умирают со словами Хайгитлер. Фанатизм никогда не даст окончательной победы. От фанатизма устают. А потом этот самый фанатизм растворяется в думах и в манерах поведения побежденных. Фанатики могут победить. На первых порах. Но они никогда не удержат победы. Потому что они устанут от самих себя. Простят. Почему же вы не поднимете свою дивизию? Корпус. Тем более. Почему вы не сдадитесь в плен со своим корпусом? А семья? А фанатики в штабе? А трусы, которым легче драться, веря в мифическую победу, чем сесть в лагерь союзников? Вы можете приказать? Приказывает мирак. Нет еще таких приказов. Жить, сдаваясь врагу. Не научились писать. Ни в одной армии мира. А если вы получите такой приказ? От кого? От этого неврастенника? Он тянет всех нас за собою в могилу. Как страшно в одиночестве. С копом? Пустяки. Даже пошутить можно. Вы не верите в перспективу? Я верю в перспективу. В перспективу скорой гибели. Всех нас с копом. Это не страшно, поверьте. Когда все вместе. И гибель наша будет такой сокрушительной, что память о ней будет ранить сердца еще многих поколений. Несчастных немцев. Я завещал детям. Проклятая любая демократия. Нашим. Рейхи. Всякая демократия. В нашей стране антиревато только одним. Диктатуру мелких лавашников. Чем больше мы имеем свобод, тем скорее нам хочется СС. Тайной полиции. Концлагерей. Всеобщего страха. Только тогда мы чувствуем себя спокойными. Нужно отстаивать своей точки зрения на судьбы Родины. Никакой ответственности. Только подними руку в честь того, кто этим занимается за тебя. Только крикни «Хайль Гитлер!» и все сразу станет понятно. Никаких волнений. 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 Никаких волнений.